Это проект Большая Страна. Мы путешествуем по Казахстану и изучаем туристический потенциал родного края. В прошлом выпуске наша съемочная команда приехала на восток нашей страны. Мы уже успели прогуляться по Ускаменогорску. Летом Ускаменогорск по-настоящему преображается. Познакомили вас с уникальной этнодеревней в Левобережном комплексе. Увидели настоящие традиции, быт своих земляков. Показали уголок фауны зоопарк и стали свидетелями открытия нового туристического центра в городе. Мы сегодня станем свидетелями поистине исторического события. Ну а сегодня я продолжаю изучать места отдыха в областном центре этого зеленого региона. Ну как же приехать в Ускаменогорск и не отправиться на речную прогулку? Прямо с парка можно сесть на вот такой вот катер и доехать до речного вокзала. А там уже отправиться на часовую экскурсию. Воды Иртыша не только служат важным транспортным путем, но и являются источником вдохновения для многих художников и фотографов. Вдоль берегов есть возможность увидеть знаковые здания города, величественные мосты и многочисленные парки, которые так гармонично вписаны в его ландшафт. Маршрут «Этнопарк» открылся только месяц тому назад. Это очень востребованный социальный маршрут. Гости города, жители города от этого маршрута в восторге, как и я сам. Этот маршрут я хотел учредить еще три года назад. Регулярное отправление с речного вокзала каждый час. Продолжительность этого маршрута 15-20 минут. В июне пассажиры смогут любоваться красотами у Скаменогорского водохранилища. А в июле и августе плюсом к нему будет доступна еще и Бухтурминская. Мы сейчас тестируем, сейчас тестируется еще Ярославец, пятикаютный мини-круизный теплоход на 20 спальных мест с трехразовым питанием, с проживанием, с солярием, с зелеными стоянками, со всеми делами. Но это будет после тестирования, он будет работать на Бухтурминском водохранилище. Ориентировочно цена на взрослого пассажира будет составлять от 40 тысяч тенге. На ребенка от 7 до 14 лет в районе 35 тысяч тенге за сутки. При тарифе все включено. Это территория речного вокзала, и отсюда, вот на этом большом катере, мы отправимся на часовую прогулку по реке Иртыш. Часовая прогулка же включает в себя посещение парка Самал, показ речного города и посещение района Стрелки. Это место, где происходит слияние двух рек Иртыша и Ульбы. Мне кажется, на такие часовые экскурсии по реке все же нужно брать с собой экскурсовода, который мог бы вам рассказать, проезжая достопримечательности и историю города. Ну, это всего лишь мое мнение. А еще нужно учесть, что на корабле нет магазина и буфета, поэтому напитки и перекусы нужно брать с собой. Поверьте мне, за час на воде вам как минимум захочется пить. Смотря на то, что на улице 25-градусная жара, дует такой прохладный ветерочек, я бы даже сказала, холодно. Поэтому не игнорируйте теплые вещи. Берем с собой. Путешествие по реке позволяет насладиться удивительными видами природы, которые недоступны из других ракурсов. Таким образом, речные прогулки по Иртышу в Ускаминогорске предлагают туристам уникальную возможность объединить в себе приключения, образование, отдых в одном путешествии. С водными развлечениями разобрались теперь в горы. Красиво, да? Это самая главная смотровая площадка города. Именно отсюда открывается прекрасный вид на Ускаминогорск, будто ты его держишь на ладони. Это вершина горы Облакетка. Здесь на высоте 522 метра. В 2010-х годах была оборудована смотровая площадка. А на склоне горы 12-метровыми буквами выложено слово «Казахстан». Место довольно популярное. Туристы сюда частенько заезжают. Подняться на смотровую площадку можно пешком по лестнице, состояние которой оставляет желать лучшего. Или же прямо подъехать на машине вплотную. Дорога накатанная, но тоже не в идеальном состоянии. В дождливую погоду стоковый автомобиль скорее всего не поднимется. Сама площадка тоже требует ремонта. Уже разгар туристического сезона. Ограждения смотровой площадки остаются в обшарпанном виде. Еще одно место, которое требует реконструкции в этом городе – железнодорожная станция «Ускимен», находящаяся по улице МЗ. Нет, я не оказалась в прошлом веке. Это выход на перрон с вокзала у Скаменогорска. Посмотрите. Я как будто реально попала в другое время. Если быть точнее, это одна из железнодорожных станций города. И самая ближайшая к центру. Справедливости ради скажу, другой железнодорожный вокзал выглядит намного приличнее. Но большинство пассажиров и туристов видят именно эту станцию, так как едут до центра города. Оказывается, это здание является памятником истории, культуры и охраняется государством. Недодлежащий вид местного вокзала – это полбеды. Так здесь еще проблемы с логистикой. С Алматы сюда не ходит скоростной поезд, а с Астаны можно добраться сюда лишь одним рейсом. Для развития туризма логистика играет очень важную роль. Билеты, понятно, что на эти поезда раскупаются очень быстро. Так как же тогда туристам летом добираться в Ускаменогорск? Есть в этом городе еще одна довольно странная проблема – городские парки. Вечером в летнее время, когда темнеет достаточно поздно, горожанам хочется посидеть на лавочках в парке. Спокойно провести время, но сделать это невозможно, потому что время работы парков до 10 вечера. После ворота закрывается. Надеемся, что городские власти обратят внимание на этот вопрос, ведь когда весь мир избавляется от железных заборов в пользу открытого пространства, закрывать городские парки на замок как минимум странно. Ладно, не будем о грустном и продолжим наше путешествие уже за городом. Час езды от центра Ускаменогорска, и я в экокомплексе. Хочу сказать спасибо, что вы приехали. Вы в данный момент находитесь в самом сердце казахстанского алтая. Сейчас мы с вами пройдем, посмотрим наши коттеджи, и вы оцените их и дадите обратную связь, зачем турист должен сюда приехать. Эко-отель расположен в 60 километрах от города Ускаменогорск в направлении города Ридер в Глубоковском районе в прекрасной долине на слиянии двух горных рек, окруженные величественными горами, лесами и лугами. Поистине нетронутая природа заворожит любого и подарит незабываемые эмоции. Сейчас мы направляемся в шале Шарапиха. Это один из первых коттеджей нашей территории. Он имеет свой охотничий вайп. Мы находимся на территории охотхозяйства Шарапихе. Территория хозяйства 73 тысячи гектаров. Прежде чем начнем экскурсию по территории эко-комплекса, немного цифр. Здесь есть мини-отель, состоящий из пяти номеров. Два из них семейного типа и три двухместных. Также имеется 11 коттеджей, три бани и один ресторан. Алтай, Маркоколь, Сибины, Грамотуха, Белуха, Ульба, Иртыш. Это все названия здешних коттеджей. Пойдемте посмотрим. Это коттедж Маркоколь. Здесь могут разместиться четыре основных гостей. Также можно разместить двоих дополнительных гостей. Здесь отдельная хорошая такая спальня. Пахнет здесь деревом. Здесь санузел. Здесь есть гардероб. Есть собственная кухня. Можно привезти с собой еду и приготовить. А здесь у нас выход на летнюю террасу. Какие красивые огонечки. На втором этаже имеется детский уголок. Здесь вот видите, даже палаточка есть. Ну и, конечно, большая спальня. Стоит все удовольствие. 80 тысяч тенге в будние дни и 100 тысяч тенге в выходные дни. Есть и двухместные коттеджи. Здесь их называют дома для влюбленных. Они также оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. Имеют собственную террасу, мангальную зону и место для костра. Стоимость в будние дни – 80 тысяч тенге. В выходные же – 100 тысяч тенге на двоих. В этом году мы завершаем строительство нашего ресторана. Он будет вмещать три площадки. Это непосредственно сам ресторан, коммерческое помещение, где можно проводить конференции, банкеты, тренинги, возможно, и детская площадка. По планам, открытие ресторана запланировано уже на текущий год. Декабрь месяц. Прямо рядом с базой отдыха протекает река Быструха. И здесь, на берегу речки, оборудовали небольшой пляж. А также здесь в скором времени откроется бассейн. Территория располагается на двух лесорастительных районах – в Северном Пихтовом и Западном Пихтово-Осиновых лесах. Животный мир здесь богат. Нередко на территории комплекса забегают моралы и олени, радуя детишек. Так, здесь есть прокат велосипедов. Пойдемте. Можно взять в аренду, покататься. Правда, я не знаю, какая цена на эту услугу. Сейчас попытаюсь узнать. Пока я пыталась узнать, сколько стоит аренда велосипеда, наткнулась на услугу квадратуры. У нас есть в Заречье три маршрута. Это первый маршрут у Годи-Шарапихи, который занимает по времени полтора-два часа. Также есть маршрут уже подлиннее, это Медвежья гора. Этот маршрут занимает два с половиной-три часа. Два-два с половиной часа. И самый большой длитный маршрут у нас в Годи-Шарапихи. Данный маршрут занимает три с половиной часа. Стоимость этих маршрутов от 38 тысяч до 70 тысяч. Цена идет за один квадроцикл. Квадроциклы идут двухместные, на маршруты отправляется только в сопровождении инструктора. Вот та самая уникальная баня, ради которой, собственно, мы сюда и приехали. И сейчас нам Павел расскажет, в чем ее уникальность и почему она единственная в регионе. Это действительно уникальная кедровая баня. Она построена из кедрового сруба. Срубу от 150 до 200 лет. Он привезен с тайги. Просто огромные, огромные срубы кедра таежного. Кедровое дерево известно своим пряным, мягким ароматом, который наполняет баню. Эфирные масла, выделяемые кедровым деревом, обладают целебными свойствами. Они способствуют улучшению кровообращения, снимают усталость и стресс, укрепляют иммунитет. Это действительно очень гигантская баня. Посмотрите, я себя чувствую деймовочкой. В бане имеются индивидуальные шкафчики, небольшая кухня, зона для отдыха, душевая, массажный кабинет. Комфортная вместимость до 12 человек. Программы парения от 2 часов до 6 часов. Цены на человека от 38 тысяч тенге. Также здесь есть две малые бани. Цена за первые 2 часа по 30 тысяч тенге. Каждый последующий час 12 тысяч тенге. Мы подходим к эксклюзивному предложению нашего отеля. Коттедж Днестер. Вместимостью до 8 человек на основные места. Цена данного комплекса, так скажем, 1 миллион тенге в сутки. На первом этаже огромного деревянного коттеджа расположена гардеробная. Кухня, зал для приема пищи, проведения переговоров, конференции. Имеется интерактивная доска. Также здесь есть массажное кресло и большой зал для отдыха. Здесь есть свой собственный каминный зал. Я теперь понимаю, за что платить миллион. Дом, конечно, прекрасный. Был бы еще у него собственный бассейн, цены бы ему не было. Но, к сожалению, лишнего миллиончика у меня на карте не завалялось. Поэтому я решила остановиться на более бюджетном варианте. Это мини-гостиница при комплексе. Здесь есть 5 номеров. И каждый из них назван в честь алтайских трав. К сожалению, они все заняты. Мы сейчас попробуем показать вам вот этот. Называется этот номер Тимьян. Здесь есть две отдельные спальные с общим сам узлом. Посмотрите, небольшой шкаф, множество других предметов для удобства. Водичка, столик, ну и, конечно, комфортная мягкая кровать. На сегодня все. Пора отдохнуть и уже с новыми силами отправлюсь на новые маршруты. Это проект «Большая страна». До новых встреч на просторах необъятного Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok